Добрый вечер! Это тёплая обстановка, а финансы об обиде, это женское по своему случаю подночьем никому, потому что говорят, что уже лета никакого не будет, а кажется, всё-таки оно нас немножко заденет. Значит, мы сегодня с вами провёл очередной встречи в музее «Блухаря», и поскольку я вижу здесь не только знакомые, но и новые лица, для того чтобы нам сориентироваться в обстановке, я просил бы привлечь такую пятерскую игру. Значит, поднимите руки, кто здесь, не вообще со мной, а здесь впервые. А, ну вот, пирти-фирти-фирти, в том числе и мои друзья. Так, спасибо. Я поэтому расскажу немножко об особенностях наших речей здесь, а потом приступим к делу. Значит, концерты, вернее, концерты, а встречи, это не совсем концерт, здесь отличаются принципиально от того же самого концертных зала. Отличаются они тем, что обстановка здесь всё-таки относительно интимная, насколько это можно, так сказать, в русских понятиях перевести. Да, здесь люди не просто себя за столами не выпивают, там, закусывают, общаются с дамами, что-то пьют и прочее. И как бы это противопоказано серьёзной поэзией, но, с другой стороны, попытка перенять опыт французского кафе, значит, для такого общения, она не всегда кончается неудачей, иногда она получается хорошо. Часто, это единственное место в России, где это получилось хорошо, начинали с сотни, десятки кафе, а вышло, значит, финал только не с сотни. Потому что это не мешает людям слушать. Это первое. Второе. Поскольку вот такая обстановка достаточно близкая, то здесь с самого начала являются правила открытого рима. Не то, чтобы тогда поймать по ветке, а, так сказать, все героищество человека, который выстрел столько раунда, страшное дело. А дело в том, что я никогда не готовлю заранее программу нашей встречи, и всё зависит от вас. То есть, вот есть тут корзиночки для записок, и обычно в концерт идёт по заявкам. Это не значит, что не связано, я попрылся, можно, пожалуйста, но я сам не знаю, что должен буду петь в следующий раз, потому что это зависит от того, что появится в этой корзинке. Исключение несколько новых песен, но только знать не можешь, потому что они только что написаны. Вот. Ну и, наконец, последнее. Я хочу представить, поскольку много новых лиц, обязательного моего спутника, и почти с автора по моим песням. Автора многих моих музыкальных произведений введут в связи с необходимостью их в музыкальной редактуре и в музыкальной расшифровке, потому что я сам на одной грамоте не знаю. И вот, помню, что у Ленинградской горной институты, где у нас почему-то не преподавают. Вот. И это Александр Николаевич Костромин, как его прошу. Это единственный человек, с которым я себя чувствую, абсолютно защищенный, потому что, что бы ни сказали, он все знает. Он, я не могу сказать, совершенно спокойно играет любые песни, в том числе те, которых он никогда не слышит. И это как-то внушает надежду. Кроме того, в последние годы жизнь бы стала связана с кинематографом. Дело в том, что, значит, в последние десятилетия, значит, как многие, наверное, видели, по телеканалу «Культура» прошел большой сериал моих научно-популярных фильмов, хотя я автора научной идеи и ведущий под общим названием «Атланты. Поискок истины», посвященный различным проблемам науки. Ну, а поскольку с наукой сейчас наши власти сильно разъюзывались, разгробили в академию наук, то это уже имеет сейчас уже и очень историческое значение. Темы там достаточно интересные. То есть то, что касается не только науки чистой, а, кстати, выяснилось, я вот участвовал в протестной конференции против, значит, так называемой реформы академии наук, когда все мышцы академии наук, в том числе и институты академии, передали специальному менеджерскому такому, значит, агентству, которое уже, по-моему, разворовал Министерство обороны, взяло сейчас же науку. Вот. А, в принципе, выяснилось, что 41% населения России в понятии не имеет ничего науке. Я не знаю, нужна она, не нужна она никому. Зачем? Зачем наука в стране, которая существует на добыче нефти и газа? Ну, бури, продавай, ничего не надо. Вот. Но, значит, эти фильмы. Эти фильмы, значит, поэтому раз в месяц я выступаю здесь с песнями и раз в месяц в соседнем зале я читаю лекции на тему этих фильмов. А там, например, такие темы в двух словах. Можно ли предсказать землетрясение или нельзя, поскольку это промысел Божий? Фильм есть такой, да? Там священник спорит с крупнейшими сейсмологами России, они вот доказывают, как они хорошо предсказывают землетрясение, а в результате разговора вы слышите, что не может. Не существует в науке метода предсказания землетрясения краткосрочно. Можно ли человек жить в океане? Не может и никогда не служит. И все эти ихтиандры, все это замечательное дело из-за писанной болезни, которую преодолеть человечество не в силах. Или там какие-то еще вещи. Когда утонет Санкт-Петербург? Утонет. Там бы не поможет, ибо эта часть Балтийского счета будет опускаться, и Балтийский море соединится с вами. Видимо, в том, когда. И прочее, и прочее, и прочее. Там много посвящено библейским, реальности библейских мифов, например, цунами, утопившихся с Попроводом, Кринги Скотт, Садома Гоморра, погибшего в таких городах, в Метанах, в Берегенезе, и многое-многое другое. Кое-что посвящено мифам 20 века. Например, идея глобального потепления, абсолютное вранье, что человек на это влияет, которое понесло авторам этого мифа не один миллиард долларов и прочее. Возвращение, что там все равно спорные и острые моменты рассуждаются. Милости прошу, следующая лекция у нас будет 28-го числа, здесь же практически. Да? Вот. Все. Значит, что теперь. Но и последнее. Значит, мне очень интересно еще показать вам результат нашей кинематографической деятельности, потому что за последнее время я вместе с большим коллективом авторов, профессиональных киношников, стал делать, кроме наушников фильма, фильмы другие. И был фильм в польской Фирише, посвященный гибелью моей семье в Холокосте. Он тут есть, который вот я только что искали, ковырнулся, была презентация. Дегонатальный фильм был, этот часовой, который в Нью-Йорке 4 года назад на фестивале документального кино международного, называемый первый миастр в мире, он субтитрован по-английски. Тут большая очень есть, по нему есть большая литература, у нас, за грешом. Есть большой сериал, о котором сегодня и пойдет речь. Тут есть книги моих воспоминаний, самая последняя книга, это толстая книга, вот она тут лежит, «Атланты держат небо», «Моя круглосветная жизнь». Тут присутствует редактор, спасибо ему, Игорь Петровский, который эту книгу издавал. А сейчас они с меня выжимают книгу «Атланта в поисках истины», связанную с наукой, с наукой. Вот по этой книге снят большой сериал кино вместе с замечательной тележурналисткой Натальей Каспирович и замечательным оператором Семеном Фридентом, трагически погибшим год назад. И вот этот фильм, это огромная работа, это 8 или 7,5 лет труда. Это 34 полчасовых фильма, охватывающих всю мою жизнь, от года моего рождения, страшно сказать, 1933 года, до позапрошлого года. Это только довоенный Ленинград, я ленинградец, и блокады, я блокадник. И там посовоенный Питер, и история авторской песни в России, и Крайний Север, и Сталинский Булаг, и парусак Розунштерн, и оборужение на дно океана, и прочее, и прочее, и прочее. И история авторской песни. На каждой нашей встрече мы показываем фрагменты. Все это можно приобрести. Тут есть, это вам дорогое удовольствие. Это огромный пакет, значит, 3-4 фильма. Значит, и тот, кто, не дай бог, разорится и все это приобретет, и тут около 300 песен и костяков, которые иллюстрируют этот фильм, он может больше ничего никогда не покупать, потому что тут все в одном плаконе. Все, скажи. Вот. Ну и поэтому мы сегодня вам в конце первого деления покажем немножко фрагменты из этого фильма, касающиеся 60-х годов истории авторской песни в России. Все. Значит, для начала мы зайдем еще и в старинку. По традиции мы обычно поем одну из самых первых песен. Да, и, наконец, последнее. Вам тут рекомендуется подпевать, там, чего-то это самое, особенно по мере того, как что-нибудь выпейте. Много вы не выпейте при нынешних ценах. Так что вот я спокойно. Вот. Тем не менее, значит, вот такое-то. Если вам придет что-то в голову, поднись, держивайте себя, потому что ради его хуже меня петь бы все равно не будет. Тихо, поем, как шуршит снегопад, Слышит еще одно огне. На эти часы, когда все еще спят, Что-то вспоминается мне. Я был далекого просим, Дал мне письма домой. Снег, 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 Снег над палаткой кружится, Вот и кончается наш кратный ночлег. Снег, 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 Тихо над утром ложится, На берегах замерзающих неб. Снег, 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 Днем Петроградской твоей страны Бьется веселый снежок, Скопит в ресницах звезда разорной, Ляжет в ушах львов, Громом с задумчивой гибели, Голос твоей светлой пресс, И на пульваре в мире, В аренградском усилении, Вечер спустился опять. Снег, 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 Снег за ручкой кружится, А он не коснется твоих сонок, Но вот и век. Снег, 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 Что тебе не коснется От тишевой замерзающих рек? Снег, 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 Долго ли сердце твое с берегу, Ветер поет на пути, Через доли мороза пульвар Рядо тебя не дойти. Вспомни, жизнь, если взлется От наших стоялых одни, Лови бешком, как придется Песня к тебе доверяться, Даже в неленую ветри. Снег, 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 Снег нам боевую кружится, Вьюга заносит следы Наши царей. Снег, 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 Он в степени чеприснится, Скорите в солнце, Как зальний перрон, Замок в ручки дней. Смог. Одна из самых первых песен. Теперь споем песню с последнего диска, Которую еще далеко не последнюю, Надеюсь, что на возраст я пытаюсь Что-то подписать и дальше, Потом через фон, Но пока что споем с последнего диска, Глобальное потепление, Я абсолютно говорила, Глобальное потепление. Прямо песенку смотрят, да? Ну давайте. Дело в том, что, когда фильм «В польсках видишь», Он занял первое место в мире, В Америке, Нас пригласили в Вашингтон, В рюкзак Конгресса, Для презентации этого фильма. Глобное 4 года назад. Да, это такой почетный мероприятие, По-моему, третий или четвертый русский поэт, Который был приглашен в рюкзак Конгресса. Там был, в Тюшевке, в Росе, Там кто-то еще, По-моему, должен говорить. Вот. Но там это официальная, значит, Организация, Конгресс, И накануне протокольная дама Пришла ко мне, русская, Которая говорила, что я должен говорить, Чего не должен говорить. Вот. И сказал, профессор, Мы знаем, Ваша точка зрения, На идею нашего замечательного Альберта Гора Буду добавляемо потепление. Поэтому я очень вас прошу, Чтобы ни слова об этом не говорили. Ни слова. Вы поняли, что у Вас не было неприятностей. Ну, это что, коротко финансируют, Ну, это понятно все. Вот. Я молчал, как партизан на допросе. Меня заело. Все. Я написал. У меня есть несколько детей, Этот счет. Я являюсь одним из авторов письма Президенту нашему, Тогда Медведеву. По-моему, что Россия не должна Подписывать Киевские соглашения. Она сейчас, кстати, вышла. Уже после этого, друзья. Вот. Да. И я вместо статьи написал Какую-то ремнинскую песню. Я плату на пропастанной электричке, Где выражаю свои отношения К идее глобального театра. Горимычное мое поколение, Нам глобальное грозит Подтепление, Назгудая грех свиной Гиблой зоною, Угрожает андерою Озонную. Нет печаль, нет корот Этой повести. На задушку, глинот В жарком поясе, На задушку, глинот В жарком поясе, На горах растет лед И по полю все. За окошками беда В косородице, Но бежит в море вода И воротится Все сумеют города Затопить она. С гелеталом, Бесвинар, Вместе с пинтерна. Нас спугают от утра И до вечера. Но мы, как детлара, Все доверчивы, Как-то быть, Чтобы не сгибнули Быстровы. Сейчас требуя президента И с министрами. Я кривлю выродки, Я кривлю выродки, Рот над эпохою, Что азот, Что глирод, Все мне пофигу. Не желаю сдать о том, Что удобно я, Не хочу плакать потом Водку тепкую. Верховерной земли Население Нам глобальное грозит Оглубление. Принимаем все всерьез, Что не верится, Одна улица, Мороз и Метелица. Верховерной земли Население Нам глобальное грозит Оглубление. Принимаем все всерьез, Что не верится, Одна улица, Мороз и Метелица. Позовыть не могу Тот далекий вокзал Тебе дворском снегу Я тебя видал Тебе на днаме сиял Как тронетый перестал И бухел был особенно ал Говорили вокруг Не сходите с ума Раздели на страны Да-да-да-да-да Представить наверно Могли мы с трудом Что построил когда-нибудь дом Говорили вокруг Не сходите с ума Раздели на страны Да-да-да-да-да Представить наверно Могли мы с трудом Что построил когда-нибудь дом А в теме наивны эти слова Обогнули мы землю ни разу, ни два Мы искали пыли вот и вблизи, и вдали Но нигде мы его не нашли И у края крыла загорались огни И команда была пристыкнительной И искали поверсно под этим крылом Где построили когда-нибудь дом И у края крыла загорались огни И команда была пристыкнительной И искали поверсно под этим крылом Где построили когда-нибудь дом И любите мне часто, что век за спиной Что прошло наше счастье давно стороной И в сегодняшней жизни, и в жизни иной Буду жить надеждой одной Что виной от туман и в облачный дым Мы вдалеке страны опять полетим И веселую песенку петь со своем Что когда-нибудь будем вдвоем Что виной от туман и в облачный дым И вдалеке страны с тобой полетим И веселую песенку снова вдвоем Что когда-нибудь будем вдвоем Спасибо Аплодисменты Послали фрагменты с пипой Этой серии А, перцевая серия, да? Паразовая серия А потом уже начнем Значит, смотрите Мы говорим, что до серии Три-четыре серии в самый раз Ну не хочется врачной блокады, войну Сталинский вулаг На материке и все Но я хотел показать одну из серий Касающуюся истории авторской песни Мы о родном пите В шестидесятые годы То, о чем мы сейчас как-то стали забывать И немножко о песне для театра И так, или Петербург Петербург, что это было при глупости Ленинград В шестидесятых годах Двадцать минут Двадцать минут Спасибо Вообще-то они все достаточно разные Ну что ж, начнем, так сказать, так Для наших Эдер Владимирович Сейчас немножко попоем Делаем прерывчик И потом Потом Мы все как-нибудь Так Ого Ну давайте начнем Мы начнем тогда С Канады, что ли Слезаться Там вперед В шестидесятые годы Старая песня Город русского На парусе Что началось На Америке Я сегодня прилетел В аэропорту Амир Со мной поздоровался Человек Он говорит Что я буду Передать Привет Я говорю Как Я в Игенче Монтенриф Они сейчас пришли Куда Я там сажусь На борт Плыть с ними Дальше Передавайте Это в шестидесятый год Когда мы зашли В Канадский Кварт-Халифакс В Новую Шотландию Над Канадой Над Канадой Солнце Лиское Садится Не уснуть Давно бы надо Над Канадой Не рассеем Над Канадой Не рассеем Я же березда Дожди Козырье Хоть похоже на Россию Только все же Не рассеем Нам устану Ширчат Кресен И любовь Заводит Шашни Разбит нас Снежок Апринский Манит нас И руташи Несея Снежок Апринский Дом 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 Чужой Не Новосель Хоть похоже на веселье Только все же Не веселье Я же березда Дом Дом Чужой Не Новосель Хоть похоже на весненье, Только все же не весенне. У тебя сегодня святость, Лужа солнечная пятна. Не спешим любых обладать, Подожди мне обранной. Над Канадой не Россия, Не аж березно, джекосы. Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. Над Канадой не Россия, Не аж березно, джекосы. Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Про бытие земное, думаем, часто ли, Жены мои со мною не были счастливы, Света небо дневное, черные не были, Жены мои со мною счастливы не были, Жены мои со мною счастливы не были. Первая дерьмила, зря себя мучила, Жизнь свою истребила в поисках лучшего, Волст в нее вторая, меж повседневности, Плакала все сгорая в пламени ревности. Как перед вами боги, мне замолить вину, Бога счастливить многих, но не сумел одну, Жить не семьей одною, просто встречать сели, Жены мои со мною не были счастливы, Жены мои со мною не были счастливы, Женщины и девицы, не обошенные, стойки так стремиться, Сделаться жеными счастливы, Счастье вновь земное, будьте опасливы, Жены мои со мною не были счастливы, Жены мои со мною не были счастливы, Ну и вот на этой песне мы закончим первое деление, потому что мы сняли в сакуящую пародию. 59-й год, историю песни рассказывать не буду, одна из книг его закоминаний, это же в фильме есть. Мокрый слег в Таруганске, песенка «Полярных вечер». Кошка, котки, брошу, шума, Рядка, без занавершенного, Минская область, Родится на армии, северно, юга, В маленькой гостинице, остро и тюрьма. Родится на армии, старина, юга, В маленькой гостинице, остро и тюрьма. А вот их зашкула, а тиль припал и старый, Голубу рукою подохрет второй пилон. Поехте лучше струны, старик и гитары, Среда борт механика тихо оттаян. Поехте лучше струны, старик и гитары, Среда борт механика тихо оттаян. Эта песня грустная, а забыть пора она, Так глухом отловой и сердцами защитной. Снова тянет с берега, снегом и туманом, Снова ночь нелетная, даже голубы. Снова тянет с берега, снегом и туманом, Снова ночь нелетная, даже голубы. Мы с ней романтики, как воздушные бродяги, Наша жизнь почти шестерень, вечная пора она. Прочь-то спуганите вы, выпитые фляги, Ты, ветерослужба, нам счастье, догадай. Прочь-то спуганите вы, выпитые фляги, Ты, ветерослужба, нам счастье, догадай. Солнце летят оттаян, и теплые-то взберстно, И штурмон пастушков, стасковавшихся в руках. Ждите нас, невстреченные шурови телевесты, В маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные шурови телевесты, В утренних асфальтовых южных городках. Девушки дарят цветы, не хочется петь пародию, Тем не менее, придется, наверное, Потому что с висмой Крутые, так сказать, паски, А, ну, видите, И девушки бросают. Вот, 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 и именно так, Правильно, это цитирование Грибрована, Все имеющие ко мне отношения, Богач и доволен я собой, И стараюсь себя красиво, слава Богу, И женщины кидаются грибой, И привезти меня через дорогу. А, ну, я уже и стараюсь, Войник, понимая, такого типа, Увы, всего живого есть предел, Обрез фасад, И вылезли из тропила, А потом вы себе на девку поглядите, А он мне был чем-то, слава Богу. Ну, тем не менее, Так, смех смехом, А, вот, сейчас, А, сын, Василий Васильевич, Последний юбилей, Я рассказываю эту прекрасную историю, Как в Казани, где я читал лекции, На геологическом пути, Прошел еще даже год, Значит, я после лекции Дала авторский вечер, Там, где-то, у них, в клубе, И я получил неверную записку, Так, уважаемый Александр Мюсевич, Ты как-то, что авторская песня сегодня Окончередно выродилась, Поют под минус, Поют под плюс, Вместо сихов попсовые тексты, Дальше, Какое счастье, Что вы до этого не дожили, Три года назад в Германии, В первой нём в русском доме, Я стою там, на улице, Жду там, А тут касса, билет, Подходит мужик, Там их умурный, И говорит, что у вас сегодня, Он сегодня городе, если вы, Не вредите, он давно умер, И ушел, Ужас какой-то, Вот. Одно и наконец эти песни нашего лета будут среднелайдные, братья Мещики тут мне поведали, что это было еще год назад, да, что они начали, они же записали диски авторов, которые ушли и живы, там вот Жаловник, Высоцкий, Герковский, и вдруг я знаю, что они меня начинают писать, я расстроился и говорю, что, ребят, не надо, я еще живу. А еще есть мне хорошие улыбки, мне говорят, Александр Ильич, а вы не волнуйтесь, мы еще не записали. То есть, я вынужден вспомнить пародию, написанную моим другом, безвременном шеточном Жаловском партнере Игорем Михайловым, а уж на какой юбилей, чуть ли на 6-ти селете, да, Саша, тогда еще все было в порядке, а сейчас-то уже, ой, я, вот. Мы, я тут, мы что-то пытались в плеску написать, тут еще у меня одна серия, такая любовная, лирическая, как вот Джузи называется, где излагается история моего неожиданного романа в Новой Зеландии в 74-м году, который был, да, вот, и, ну и там, так сказать, мы решили по ним мюзикл сделать, в Фенинграде, это театр, как, был, мало, села состоящий, а потом мне отказались в этот раз к сайте, а главный режиссер, который был лет так, ну, у меня по-моему, нет, по-живому возрасту, да, а у меня там в автором акте, я стал встречаясь с этой Джузи, почему есть 35 лет, и там затемнение, там, и, значит, как бы мы с этим всем наделали, он говорит, ну, пожалуйста, слушайте, что это происходит? Я думаю, что на серии с ними говорит, какой серии с 55 лет, он говорит, в общем, да, ульта отказался стоять с такой, да, но, значит, да, и вот по этому пародию Игоря Михайловича сейчас, как нельзя были, кстати. Кожаные брюки, кошеные руками, ничего не видно в этой темноте, погоди немного, юная подруга, Руки ведь трясутся, и глаза не те, командир со штурмами ведь предупреждали, и хирург нашептывал, не опуская кровь, Нынче это самое получится едва ли, выпитую флягу, не наполнить вновь, кожаные брюки вновь на старом месте, И в стакане челюсть пьется края, ты чего признала, школьница, невеста, отойди, оттенушка, милая моя. Аплодисменты. 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 Этих делов не кончились. На мой уже 80-летний юбилей, который начался здесь, там, дворец Слезгов, и там, и питерские филармонии, и в апреле месяце в Израиле был несколько концертов, уже от Израиля, в нынешнем граждане Израиля, я могу говорить, Арбюрич Ахстан Шкин, написала мне такую гнусную породину. Рекорд. У нас книга называется «Патриархи авторская песня». Мы патриархи, мы патриархи, Посадь бы нас по адресам, Мы недомерки и перестарки, Что видно по анамнезу. Мы недомерки и перестарки, Что видно пол окна внизу. Там где-то бабы гуляют у ниха С каким-нибудь молочником. А у нас камни гуляют тихо По нашей мальчеточникам. А у нас камни гуляют тихо По нашей мальчеточникам. У вас, богамы, зимой и летом Детишки в Штатах учатся. А надо дойти бы до туалета А дальше как получится. А надо дойти бы до туалета А дальше как получится. Уже без зуба во рту не видно. Уже нога молочится. И признаваться нам как-то стыдно. И чтоб умирать не хочется. И признаваться нам как-то стыдно Чтоб умирать не хочется. Спасибо. Спасибо. Мы делаем джиплом 15 дисков, книги, фильмы. Все там. А в том же после второго отделения. Счастливого. Огромное спасибо.